Всем привет! В сегодняшнем обзоре у нас Риксес Радамис. Это новый отель в сети Риксес, открыт он в декабре 2023 года в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Радамис претендует на звание, если не лучшего, то одного из лучших отелей Шарм-эль-Шейха. И в этом видео мы посмотрим, так ли на самом деле он хорош. Видео будет длинным и информативным, так что устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Расположен отель в бухте Набгбей в 5 километрах от аэропорта. И это большой отельный комплекс, условно состоящий из двух отелей. Риксес Радамис Тирана и Риксес Радамис Блю Пленет. Хотя я бы не считал Блю Пленет отдельным отелем, а просто одним из корпусов в большом отельном комплексе. Зона ресепшн выглядит свежо и оригинально. Живые цветы, огромная люстра, колонны. Интерьер приятный, выполнен в светлых тонах. Видно, что отель новый, все блестит, много подсветок. Огромный монитор расположен за стойками регистрации. На нем постоянно что-то движется и показывается, что привлекает внимание. Правее от стойки регистрации расположен стол Гест Релэйшнс. Первое впечатление от отеля приятное. На входе встречает персонал, welcome drink, напитки и шампанское, восточные сладости. Иногда играет живая музыка. Создается впечатление, что тут все для гостей и отель нацеллен на максимальный уровень сервиса и готов предоставить его своим туристам. Среди персонала можно встретить женщин, что редкость для Египта. Заселение в отель происходит после 14, выселение до 12 часов. Все как обычно, по международным правилам. Wi-Fi работает на всей территории отеля. Напротив зоны ресепшн есть зона отдыха и ожидания, где расположены столы, кресла и диваны. Тут приятный интерьер. И пока мой номер готовится к заселению, я могу провести время тут, либо успеть на обед в ресторан Turquoise. Чтобы в него попасть, нужно спуститься с зоны ресепшн вниз по лестнице. Обед проходит с 12.30 до 14.30. Сейчас примерно 14.00. И если я пойду сейчас заселяться, то могу не успеть на обед. Поэтому начнем знакомство с Rixos Radomis с обеда. Ресторан Turquoise очень большой. Ассортимент и количество блюд тоже очень большое. И примерно 10 минут у меня ушло только на изучение того, что и где расположено. Я имею в виду, конечно же, еду. Ее здесь очень много, просто огромное количество и выбор. Лично меня порадовал большой выбор морепродуктов. Причем они не заканчиваются к концу обеда, как в некоторых отелях. А сейчас именно то время, когда остается уже 10 минут до окончания. Еда на высшем уровне, качество, количество, ассортимент. Все очень достойно. Тут, конечно, Radomis меня удивил и добавил положительных впечатлений. Кроме основного ресторана, есть, конечно, и а-ля карты. Например, средиземноморский ресторан называется Riviera. Работает с 18.30 до 21.30 на ужин. Резервация доступна через guest relations. Количество посадочных мест ограничено. Поэтому рекомендую бронировать али карты предварительно и заранее. Прежде чем мы пойдем к лобби-бару и на территорию отеля, хочу показать вам одну интересную локацию. На нижнем уровне находится Irish Pub. Это интересное, уютное место. Работает он с 13 часов до 2 часов ночи. И тут часто немноголюдно. Ввиду того, что многие туристы просто не знают о его существовании и, соответственно, сюда не доходят. Возвращаемся обратно. И сейчас хочу показать вам лобби-бар. Работает он 24 часа, то есть круглосуточно. Интерьер тут приятный. Места много, но по вечерам бывает многолюдно. Концепция отеля ультра, все включено. Поэтому тут доступны, в том числе и импортные алкогольные напитки. Ассортимент неплохой. Я, конечно, ожидал увидеть получше, но для Египта это более чем. На столиках расположены QR-коды. Через них вы можете ознакомиться с ассортиментом. В целом лобби-бар производит тоже приятное впечатление. Тут можно посидеть как внутри, так и снаружи на террасе. Днем, конечно, тут очень жарко. Хотя зависит от времени года, когда вы отдыхаете. С террасы открывается вид на территорию отеля, на жилые корпуса и бассейны. Сейчас спустимся вниз и посмотрим более детально. На первый взгляд территория кажется немного лысоватой. Тут есть, конечно, растительность, но ее немного. Пальмы небольшие. Со временем, конечно, они подрастут и будет все покрасивее. Ну, а пока так. Хороший зеленый газон, немного пальм и несколько клумб. Отель имеет свои особенности, так как расположен он в пухте Навгбэй. Это значит, что здесь часто дует ветер не только зимой, но и летом. У меня новая ветрозащита на камере, поэтому я надеюсь, что вы меня можете хорошо слышать. Как вы слышите, даже моя новая ветрозащита не всегда справляется со своей функцией. Это Навгбэй, поэтому учитывайте фактор ветра при выборе отеля. Первый бассейн расположен сразу за зданием с ресепшн. У бассейна оборудован пологий вход. Это удобно и комфортно. А я постепенно продвигаюсь к месту своего проживания. На данный момент в отеле открыто 8 корпусов, остальное на стадии строительства. За мной находится 8 корпус, называется он Blue Planet. И на данный момент я считаю, что это лучшая локация в отеле. Он часто позиционируется как отдельный отель Rixos Radomis Blue Planet. Однако, я бы так не сказал, это просто отдельный корпус на территории большого отельного комплекса. Но со своей инфраструктурой. Тут есть бассейн. Вокруг бассейна зонтики и шезлонги. Тут есть свой бар у бассейна. Также работающий на ультра все включено, где доступны алкогольные и безалкогольные напитки, коктейли, горячие напитки. Бар у бассейна работает с 9 до 18 часов. Тут под навесом есть столы и стулья. А также можно взять напитки к шезлонгам, где вы расположились. Для тех, кто не хочет идти в бар, вам подвезут ваши напитки к шезлонгу, к месту, где вы отдыхаете. Мальчики и девочки на роликах. Тут будет еще что-то построено. Это похоже на еще один бар в бассейне. Ну, либо это будет что-то другое. Пока неизвестно. Территория Blue Planet немножко более зеленая. Она выглядит чуть покрасивее, чем остальной отель. В Blue Planet также есть свой лобби-бар. Находится он внутри помещения. А на улице расположены столы и стулья. А также навес от солнца. Внутри также можно посидеть. Есть достаточно много места и удобные кресла с диванами. Данный бар работает также на ультра все включено. Тут доступен такой же ассортимент, как и в лобби-баре возле ресепшн. Но имейте в виду, что кое-что тут иногда имеет свойство заканчиваться. Особенно ночью. И появляется очень не быстро. Работает этот бар также 24 часа, что удобно. В любое время дня и ночи вы можете взять себе все, что вам захочется. Зона у бара также смотрится симпатично. Все красивое, новенькое. Интерьеры приятные. Тут никаких вопросов к отелю нет. Но отелю нужно поработать еще с информационными табличками и указателями. Я не сразу научился находить свой номер. Приходилось брать ориентир на какие-то внешние объекты. Мой номер 8042. Восьмерка в начале говорит о том, что это восьмой корпус, а не отдельный отель Blue Planet. Доступ осуществляется по ключ-карте. Категория номера Family. Тапочки, халаты у нас находятся в шкафу. Слева ванная комната. Тут два умывальника. Оригинальная Rixos косметика и ванные принадлежности. Справа большой душ. Белоснежные полотенца хорошего качества. Принимать душ можно как стоя, так и сидя. Площадь номера 50 квадратных метров. Рассчитан он на проживание четырех человек. Состоит из двух комнат. Одна комната проходная. Комнаты разделены окном и дверью. Есть кондиционер. В первой комнате две односпальные кровати. Есть мини-бар. Пополняется ежедневно и бесплатно. По описанию отеля в мини-баре 22 позиции. Я точно не считал, но есть напитки. Кола, фанта, спрайт, соки, пиво, швепс, чипсы. Имеется набор для приготовления чая и кофе. На столе комплимент от отеля в виде фруктов и приветственное письмо. Это приятно. Во второй комнате одна большая двуспальная кровать. Стол, стул. Интерьер такой же приятный. Все новенькое и свежее. Так же, как и в первой комнате, имеется телевизор. Открываю конверт, который мне вручили на ресепсен. В конверте находится концепция отеля, расписание работы, объектов, инфраструктуры. У Рикса свои браслеты. Они резиново-металлические. Я его ни разу не надевал и никто его нигде не спросил. Номер находится у нас на первом этаже. Соответственно, есть выход на улицу. Если можно так назвать это терраса, можно выйти сразу к бассейну, искупаться и вернуться обратно в номер через эту балконную дверь. Что касается обслуживания номеров, могу сказать, что персонал старается. Им бы выучить еще пару десятков слов по-английски и было бы еще лучше. Мустафа нам принес чипы разных всяких на выбор. Ключ карты белые с обеих сторон, видимо, пока еще не успели заказать фирменные. Однажды она у меня перестала работать, я не смог попасть в свой номер и мне пришлось идти за новой на ресепшн. А это, чтобы вы понимали, примерно 5 минут в одну сторону. И я при этом был только в плавательных трусах, так как все вещи оставил в номере и был у бассейна. Из плюсов в номерах качественное постельное белье, большие удобные кровати, приятный интерьер, вода только в стеклянных бутылках. Ну а из минусов, например, мне мешали ночью эти светящиеся кнопки. Они яркие и не отключаются. А я люблю, чтобы ночью было совсем темно. Под этими кнопками находится мастер-кнопка, которая выключает свет полностью во всем номере. Расположение ее неудобное. Я бы расположил ее ближе к кровати, на расстоянии вытянутой руки, иначе теряется весь ее смысл. Крючок в ванной болтается и не прикручен. Я думаю, стоит уделить больше внимания таким мелочам. Это все-таки Rixos, но имеются такие мелкие косяки. На территории Blue Planet есть свой ресторан, он называется Leranda. Работает на завтрак с 7 до 11 часов, на обед с 12.30 до 14.30 и на ужин с 18.30. До 21.30. Он достаточно большой, поменьше, конечно, чем основной ресторан Turkvois. Ну и посещают его в основном туристы, проживающие именно здесь, в Blue Planet. Ассортимент еды выше всяких похвал. Это настоящий гастрономический рай. Особенно интересно тут будет любителям рыбы и морепродуктов. Но в целом всего предостаточно и все очень вкусное. Подача и выкладка, а также посуда весьма оригинальная. Отсюда сложно не привезти лишние килограммы, так как хочется все попробовать. Еда бомбическая, по ней вообще никаких вопросов нет, чего не скажешь о персонале. Обслуживание иногда происходит медленно, никто никуда не спешит. Ваш напиток может идти к вам 10 или 15 минут, при том, что официанты не заняты и их много. С кадрами поработать, конечно, стоит, так как некоторые из них практически вообще не понимают по-английски. Тем более по-русски. Поэтому наблюдаются некоторые сложности в общении. Еда – это, наверное, один из самых главных плюсов данного отеля. Я надеюсь, что она и дальше останется такой же вкусной. И ассортимент останется прежним, а не только сейчас, в первый год открытия отеля. Субтитры сделал DimaTorzok Найти актуальные туры по разным направлениям вы можете на нашем сайте. Тут легко и просто подобрать себе отдых с вылетами из Минска или Москвы, исходя из ваших параметров. А также на главной странице вас ждут спецпредложения и горящие туры. Если вам нужна помощь специалиста, тут же можно оставить заявку. Добро пожаловать на наш сайт. Вам может показаться, что отель пустой и в нем нет людей. На самом деле это не так, потому что снимаю я обычно рано утром, когда все еще спят, либо находятся на завтраке, так как в дневное время температура достигает 40 плюс градусов. И делать это не очень комфортно. Прогуляемся немного по территории всего комплекса. В некоторых местах растительности довольно мало, пальмы небольшие. В отеле есть большой спа-центр. Рассказать, правда, про него вам ничего не могу, потому что сюда даже не дошел. Чтобы сделать полноценный обзор такого отеля, нужно пожить в нем, наверное, недели две. Такие расстояния преодолевать пешком также не очень комфортно. Поэтому отель этот момент предусмотрел. И по всей территории курсируют электрокары по разным маршрутам. На них вы можете доехать на ресепшн, на пляж, в ресторан, к любому корпусу. Ездят они довольно часто и предназначены для удобства гостей. Ну и так мы с вами сможем быстро и оперативно посмотреть большую часть территории отеля, чтобы вы имели наглядное представление, как и что здесь выглядит и что и где расположено. Один из объектов, который меня впечатлил, это детский клуб Рикси Клаб. Посетителям других Риксисов уже знакома эта концепция. В Радамисе просто огромный невероятный детский клуб с множеством всевозможных активностей. Отель позиционирует себя как семейный, поэтому с активностями для детей здесь все в порядке. Есть в детском клубе как открытая часть, которая расположена на улице. Тут найдете горки, качели и другие приспособления. Тут есть свой детский бар. Ну и конечно есть крытая часть, это те активности, которые находятся внутри помещений. Все быстро обойти и показать тут не получится. Здесь можно оставить своего ребенка практически на целый день. Ни о чем не думать. Потому что здесь есть как актерская академия, где находится большое количество разных аксессуаров. Особенно для девочек тут будет интересно. Есть пожарный департамент, где дети переодеваются в форму пожарных, едут на пожарной машине и тушат здание. Согласитесь, это весьма необычно и занимательно. Есть небольшой огород, где можно заниматься сельским хозяйством, что-то садить, ухаживать за растениями и собирать урожай. Есть небольшое футбольное поле, где желающие могут поиграть, робоклаб, лаборатория. И вот здесь вот у нас разные химические вещества. Даже можете с вами тоже попробовать. Видите, летают. Место для изготовления керамических поделок и изделий для дерева. Кулинарная комната, где дети готовят. Каждая комната укомплектована по своей тематике и везде сопровождают профессиональные аниматоры. Есть электрические машинки, на которых можно покататься по территории клуба. В общем, большое количество разных активностей на разные вкусы. Так что сюда смело можно ехать с детьми и отдавать их в Rexy Club для того, чтобы разнообразить их отдых, а также, чтобы вы смогли отдохнуть, в том числе и от своих детей. Из этого проекта получится город в городе общей площадью 1 миллион квадратных метров, но будет это уже в 2025 году. Продвигаемся дальше на электрокаре, так как ходить по жаре не очень комфортно. Проезжаем справа Blue Planet и теперь настало время, наконец, показать вам пляж. Поедем туда, хотя на самом деле пляж находится не так уж и далеко. И при желании можно пройтись. Идти от Blue Planet у меня получалось 8 минут. Расстояние от этого корпуса примерно 800 метров. Вас тут постоянно везде возят, это удобно, поэтому расстояние не чувствуется. На входе на пляж можно взять пляжные полотенца, тут же находится бар, а также можно взять себе мороженое. Наличие бара на пляже – это удобно. Можно взять напитки, коктейли, алкогольные и безалкогольные, и провести максимальное время на пляже, не возвращаясь в основную часть отеля. На пляже песок, зонтики и шезлонги новые, а возле шезлонгов установлена ветрозащита. Для данной бухты это актуально. Это бухта Напкбэй. Пляжи тут коралловые, есть в отеле длинный понтон, ну а с берега вас встречает коралловая корка. Однако с берега зайти также можно примерно по пояс, для людей, которые не очень хорошо плавают. Тут вполне комфортный вход, и можно обойтись без специальной обуви. На дне встречаются небольшие камушки, но в целом ход удобный. Это Египет и Красное море, и если вы ожидаете увидеть хорошие песчаные пляжи с удобным входом с берега, то стоит выбирать другие бухты. Красное море имеет другие плюсы, и оно популярно среди туристов не из-за песчаных пляжей, а из-за богатого подводного мира и кораллов. Оно уникально и по своей солености уступает только Мертвому морю. Для тех, кто умеет плавать и кто хочет понырять или заняться снорклингом, есть понтон, он довольно длинный, с которого можно спуститься в морскую бездну и исследовать Красное море. Только будьте аккуратны, имейте в виду, что ветер и течение здесь довольно сильные, и вас может отнести далеко от понтона. Пляж типичный для данной бухты, думаю, каждый найдет здесь активности по интересам. Еще одна особенность отеля Rixos Radomis – гости могут пользоваться инфраструктурой отеля Rixos Premium Seagate, поэтому забронировав один отель, у вас есть возможность пользоваться двумя. Вечерами тут не скучно, анимация и развлекательная программа состоит из выступлений и представлений. Данная сцена расположена на территории Blue Planet, рядом находится бар, людей собирается много, так что проводить время вечерами тут приятно и интересно. Закрываю глаза на некоторые моменты, делаю скидку на то, что отель новый, ехать сюда можно, если быть готовым к невысокому уровню сервиса на данном этапе. Цена, конечно, тоже на данном этапе невысокая. Надеюсь, мой обзор был полезен и интересен, вам удачного выбора отеля, всем пока и до встречи в новых выпусках.